Приветствую вас друзья, предлагаю вам поговорить о проблемах в слабых местах и достоинствах Volkswagen Golf 6 поколения. Давайте разбираться как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Линейка силовых агрегатов Golf 6 практически полностью обновилась, его стали оснащать новыми бензиновыми двигателями концерна VW семейства TSI, которые ощутимо изменили восприятие этой модели. По сравнению с предшественником они стали менее объемными 1.2 литра и 1.4 литра, что положительным образом сказалось на топливной экономичности. А за счет применения турбины вместе с непосредственным впрыском топлива получили достаточно высокую для своего литража мощность и обеспечивают модели неплохую динамику. Самая распространенная болячка моторов 1.2 и 1.4 TSI недолговечная цепь ГРМ. На первых сериях моторов 1.2 TSI она могла растянуться уже после пробега в 30-40 тысяч километров, а вот на 1.4 TSI выдерживала чуть дольше 50-70 тысяч километров. В ходе производства Volkswagen модернизировал цепи, увеличив их ресурс до 120-150 тысяч километров. Еще одна проблема вышеупомянутых агрегатов – возможное проскакивание цепи ГРМ. Причем это случалось не только из-за ее преждевременного растяжения. Подобная неприятность часто происходила даже при незначительном непроизвольном качке автомобиля, стоящего под уклоном на передаче. Дело в том, что необходимое натяжение цепи создает гидронатяжитель от давления масла на работающем моторе. Если же он выключен, то при длительной стоянке натяжение цепи ослабевает и существует высокий риск ее проскакивания с роковой встречей клапанов с поршнями. Владельцам версий 1.2 и 1.4 TSI способны доставить проблем и системы непосредственного впрыска топлива. В ней особой долговечностью не отличается топливный насос высокого давления. В нем изнашивается толкатель и ролик, а проблема проявляется в том, что поначалу мотор может непроизвольно глохнуть и не заводиться на горячую. Но самый ненадежный агрегат Golf 6 1.4 TSI 160 л.с. Он оснащен турбиной, работающей в паре с механическим нагнетателем, который обеспечивает паровозную тягу с самых низов, благодаря чему этот движок так называемой турбоямы. В нем мотористы явно не соотнесли запас конструктивной прочности с высокой энерговооруженностью. Как следствие, не выдерживают вкладыши коленвала, они быстро изнашиваются и крошатся, и поршни прогорают и раскалываются. Причем подобные неприятности могут случиться при любом пробеге, хотя, как правило, это происходит у тех, кто любит потоптать педаль газа. При этом его более простой собрат 1.4 TSI на 122 л.с. оснащен только турбиной. Выше перечисленных болячек не имеет. Версии GTI с движками 2.0 TSI покупали не для спокойной и экономичной езды. Их часто тюнинговали, повышая мощность за счет перепрошивки мозгов ЭБУ и увеличивания давления наддува. За счет подобного вмешательства в руках излишне горячих наездников определенная часть моторов просто сгорала. Хотя в любом случае, всем без исключения двухлитровым агрегатам также присущи проблемы с растяжением цепи ГРМ. Правда, она все же выдерживала больше пробег, чем на менее объемных агрегатах. Повышенное внимание ей нужно уделять уже после 100-120 тысяч километров. При малейшем намеке на троение при работе или загорании лампы Check Engine нужно немедленно выключать мотор, грузить машину на эвакуатор и вести на диагностику. Кстати, причиной того, что мотор троит, могут быть и индивидуальные катушки зажигания, отказ которых может произойти на всех агрегатах TSI после пробега в 100 тысяч километров. Кроме того, особенностью всех турбированных агрегатов является потребление масла. Нормой считается расход до 2 литров на 10 тысяч километров, хотя у любителей активной езды он может быть заметно большим. Самыми беспроблемными бензиновыми модификациями Golf 6 считаются версии с атмосферными движками MPI 1.4 литра на 80 лошадиных сил и 1.6 102 лошадиных силы. Это проверенные временем агрегаты, которые с небольшими доработками перекочевали с ранних моделей VW. Именно на такие версии стоит обратить внимание при покупке бензиновых Golf 6. Очень часто на вторичном рынке встречаются и экономичные турбодизельные модификации. Они очень ценятся поклонниками марки Golf 6, в частности за их хорошую тяговитость и высокую топливную экономичность. К примеру, хэтчбэк с самым распространенным мотором 1.6 и механической коробкой передач способен вкладываться в городском цикле в расход около 5 литров на сотню, а на трассе 4 литра. Из наиболее характерных проблем турбодизельных агрегатов TDI Golf 6, консультировавшие нас работники фирменной СТО отметили неполадки системы рециркуляции отработавших газов. Со временем она засоряется и в ней подклинивает перепускной клапан. Проявляется это потерей мощности и горящей тревожной лампе Check Engine на щитке приборов. В некоторых случаях проблема решается чисткой системы, а если не помогает, то ее глушат, а затем прошивают ЭБУ. Может также забиться сажевый фильтр. Поскольку новый стоит дорого, то многие владельцы решают проблему радикально. Вырезают его из выпускной системы, вваривают вместо него пламегаситель и прошивают ЭБУ. При использовании надлежащего топлива каких-либо других проблем в турбодизельных версиях не отмечено. Большая часть Golf 6 переднеприводные автомобили, а вот полноприводные его модификации 4Motion встречаются у нас крайне редко. По утверждению механиков фирменного сервиса, трансмиссия 4х4 зарекомендовала себя вполне надежной. Нужно лишь соблюдать так называемые шинные правила эксплуатации подобных версий. Колеса на всех осях должны быть одинаковы по размерности, рисунку и степени износа. Герой нашего обзора агрегатировался механическими коробками передач 5- и 6-ступенчатыми механическими, а также фирменными 6- и 7-ступенчатыми роботизированными DSG с двумя сцеплениями и адаптивной программой управления, способной подстраиваться под стиль езды и изменять момент переключения передач. Механика и робот на украинских Golf 6 получили практически одинаковое распространение. Кроме того, на американских версиях с мотором 2,5 литра помимо механики также устанавливался и классический автомат. Хотя повторимся, что такие версии встречаются у нас крайне редко. При этом проверенная временем автоматическая коробка передач, как правило, служит долго и безотказно. На практике меньше проблем в ходе эксплуатации создают механические коробки передач, хотя и они могут побеспокоить. Так в 5-ступках после пробега в 100 тысяч километров отмечен выход из строя сдвоенного подшипника, что проявляется повышенной шумностью работы коробки передач. А вот в турбодизельных версиях из высокого крутящего момента особой долговечностью не отличается двухмассовый маховик, может износиться уже после пробега в 100 тысяч километров. Но наименее надежными зарекомендовали себя фирменные роботы DSG. Правда, в большей степени это касается семиступенчатых коробок передач серии DQ200, которые устанавливали на модификации, двигатели которых были ограничены крутящим моментом в 250 ньютон-метр. В этом поколении модели DSG с сухими сцеплениями доставляли своим владельцам очень много неприятностей. Так в них были отмечены проблемы с ЭБУ, так называемым мехатроником. Кроме того, в DQ200 небольшим ресурсом отличался и пакет сцеплений. В среднем он выхаживал 50-70 тысяч километров. В ходе производства DSG периодически модернизировали, улучшая программное обеспечение ЭБУ, чтобы уберечь коробку передач от излишних нагрузок, повышая надежность мехатроников и долговечность пакетных сцеплений. Но даже на сегодняшний день, по утверждению консультировавших нас работников фирменной СТО, вышеперечисленные узлы выдерживают пробег немногим более 100 тысяч километров. При возникновении рывков в лучшем случае на фирменной СТО можно перепрошить ЭБУ, но если это не помогает, придется менять мехатроник, а если его некорректная работа уже успела убить пакет из сцеплений, то нужно заменить будет еще и их. Еще одно больное место DSG DQ200 – слабый дифференциал. На сегодняшний день у всех Golf 6, оснащенных DSG, все вышеперечисленные слабые узлы уже были заменены на новые, а нередко автомобили и вовсе получили новые коробки передач. Более мощные двигатели, выдающие крутящий момент свыше 250 Нм, оснащались шестиступенчатым роботом DSG Index DQ250 с мокрыми сцеплениями. Он был запущен в производство на 5 лет раньше, чем семиступенчатый в 2003 году, поэтому к моменту его установки на Golf 6 все слабые места этой DSG уже были устранены и пакеты сцеплений выдерживают больший ресурс в районе 150 000 км. Хотя поначалу ее также сопровождали отказы мехатроника, дифференциала и недолговечность сцепления. Таким образом, модификации Golf 6 с роботом DQ250 специалисты советуют для покупки, тогда как DQ200 рекомендуют обходить стороной. Обратите внимание, что эта коробка передач требует регулярной замены масла, каждые 45 000 км. Общий объем 6,5 литров. Тогда как сухая семиступенчатая DSG в этой процедуре не нуждается. Ну а если вы являетесь владельцем Golf, то пожалуйста опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!